Добрый день, добрый день, я всегда рад, что есть довольные лица, после вчера все еще остались. Небольшая такая предыстория по теме доклада, то есть сегодня я расскажу, как мы так ушли и создали отдел на базе SEO-компании, развивались как SEO-компании, в итоге мы создали отдел маркетинга скрытого, который сейчас начинает уже по количеству специалистов и, в общем-то, компаний, продвигаемых, обходить все остальные. Сегодня я расскажу, как его держит часто, крауд-маркетинг, крауд-маркетинг, это такое вот модное слово, одно из составляющих. Сегодня я, в общем-то, постараюсь поделиться опытом о том, как мы делаем все-таки партизанский маркетинг сейчас, как мы работаем с аудиторией. И, в общем-то, попытаюсь поднять ту тему, что это важно. И дальше, наверное, Дима продолжит все туда же, поэтому, если есть люди, которые хотят послушать про ссылки, то вообще не будет ничего, не говорим. Вот, собственно, почему мы пошли изучать, смотреть, привлекать людей, причем потому что крауд-маркетинг – такая технология, которой мы начали заниматься, все знают технологии рейтбилдинга с привлечением трафика. Мы начали, в общем-то, анализировать, где же собирается аудитория. В большинстве своем вся целевая аудитория общается, основной канал коммуникации с компаниями – это социальные сети. Трудные какие-то моменты, моменты большей бизнесовой аудитории, например, та же строительная тематика, они продолжают общаться на специализированных форумах, на различных площадках, которые давно заслужили авторитет. И, в общем-то, какие-то другие там сайты, источники, они тоже присутствуют из разряда всяких блок-платформ, различных тоже видеоконтент сейчас набирает обороты, много людей уходит в видео. Мы посмотрели, вот посчитали, то есть, в принципе, понятно, что большая часть всей целевой аудитории находится в социальных сетях и на различных форумах. Николай, можно так говорить, и просто так придумать веселее. Как вообще сейчас работает вся вот эта вот система скриптового маркетинга? Вы понимаете, то есть, по нашим наблюдениям, если взять, разделить там по тому, кто работает, это работает либо один автор, специалист, в большинстве основе со стороны компании, а, ну, как правило, все мы прекрасно понимаем, это недогруженный менеджер, которому говорят, «Пойди там, позанимайся чем-то», то есть, ну, в большинстве случаев происходит именно так. Либо это группа авторов МХАУС, но в большинстве случаев это группа недогруженных менеджеров, либо других каких-то специалистов, и это группа специалистов агентства. Дальше работа происходит, собственно, либо по плану, который обсуждается, заранее оговаривается, и расписывается там на полгода, на 10 месяцев, там, на какой-то определенный период времени, либо это более гибкая стратегия, которая меняется в зависимости от того, что мы видим в итоге по началу наших работ. Конечно, со стороны компании мало кто дается там подробности, мало кто делает какие-то замеры, и в большинстве случаев у нас просто идет такое адовое влияние, то, что вот любимый вопрос, чем это отличается там от спама, от банальных массивов. Вот редко, редко со стороны компании идет такая работа, если это не крупный бизнес, когда это отличается действительно-таки от спама. И в принципе, в большинстве своем, вот если есть представители бизнеса, у которых работают так вот недогруженные менеджеры, по какому-то определенному списку конториков, в большинстве своем вам будет дешевле заказать работу с какими-то спам-программами и получить тот же результат, и менеджер-догрузить чем-то еще. Николай, можно следующий слайд. Собственно, когда автор работает один? Это, в общем-то, у нас вот такое есть понятие, когда приходит клиент и говорит, у меня есть человек, я с ним работаю, и он всем занимается. По сути, это театр одного актера. Это, в общем-то, такие вещи, когда легко отследить, потому что существует ряд проблем. То есть автор не может взять, посадить здраво одного человека, который будет расписывать вам преимущества компании в ста вариантов, и при этом этот стиль не будет похож. То есть, как минимум, это нужен человек с разговорением личности, с расстроением, ну или еще с какими-то более серьезными оттворениями, чтобы отсутствовала вот эта субъективная оценка и стилистика. Это все легко отслеживается конкурентами. В общем-то, один автор – это ограниченный объем работы, это в большинстве своем работа, только на региональном каком-то рынке небольшом, может дать какой-то результат. Ну и, как правило, то есть, когда работает один автор с проектом, то после второго-трихого месяца начинается профессиональное выгорание, когда человек опускает руки, и он начинает путаться сам с собой, с теми мыслями, которые он пытается донести до улетой. Поэтому мы как бы стараемся объяснять сразу, что один автор – это хорошо, но это может быть хорошо месяц-ва, после этого как-то надо обращать внимание и надо каким-то образом разбавлять все это. Николай, можно следующий слой? Вот. Когда работает отдел «Инхаус», мы изучали работу по направлению скрытого маркетинга, несколько крупных производителей смотрели, то есть, все знают, что такое скрипты продаж. Когда человек работает по готовому шаблону, у него есть на каждую фразу, на каждый ответ, у него есть, в общем-то, какие-то уже подготовленные варианты ответа. Вот отделы работают примерно так же, на форумах, на других площадках. Очень редко там, да, это уже скорее мы видим потом результаты какого-то вирусного маркетинга, то есть, у нас там банковская сфера показывает какие-то там фишки в общении, еще что-то. В большинстве своих, какие-то крупные, там, допустим, производители, у них есть просто список, что ты заходишь туда, если там тональность такая, ты должен написать следующее. Соответственно, складывается ощущение, что работает все тот же один автор, но который имеет сутка больше, чем 24 часа. И вот он ходит везде, вот такие вот каналы прослеживает и везде оставляет какое-то сообщение. Как минимум, как минимум, очень редко компании привлекают для разработки стратегии, для обучения специалистов, там, на консалтинг кого-либо, и получается так, что люди вообще не понимают, зачем они это делают, что это делают, и чем отличается, там, скрытая реклама, не скрытая. То, что я только что, да, сказал, это вот по конкретным триггерам корпоративным, когда приходят руководители, то есть обычно это бывает, так собираются те же менеджеры, которые приходят и говорят, мы должны работать с форумами, социальными сетями, мы должны говорить о том, что наша авиакомпания самая дешевая. Человек встает, говорит, но это же не так, мы вообще не из самых дорогих в этом сегменте. И руководитель говорит, нет, ты когда устраивался на работу, ты подписал все бумаги, и ты должен соответствовать всем нашим корпоративным критериям и стандартам. А мы хотим хотя бы думать внутри себя, что мы самые дешевые, поэтому мы должны об этом говорить. Вот так вот происходит, в принципе, со всеми. классно было наблюдать. Мы отслеживали компанию производителей бытовой техники, которая, в общем-то, одна из самых тяжелых в своем основном сегменте. У них никакого нет качества, но там отрабатывала команда таким образом, что примерно это бренд, который зарекомендовал себя Экране. И это один из лучших производителей. Поэтому они происходили тепловое оборудование. Если зайти на любой сайт с отзывами, посмотреть реальные отзывы людей, приблизительно у каждого стола он либо горел, либо загоралась проводка, либо он просто переставал работать. Но, тем не менее, входили вот эти вот коды, которые рассказывали о том, что в нашем темнике самое качественное, а возникли ее. Скваженность действий в большинстве своих компаний отсутствует. Как правило, приходит новый специалист в компанию. Ему говорят, вот у тебя есть там время, ты тоже будешь заниматься скрытой рекламой. Он приходит, садится, задает вопрос, что я должен делать, при этом ему говорят, ну, делай что-нибудь. И в итоге получается так, что усилия одних и тех же специалистов направлены на такую-то одну точку. Это всегда лучше взаимодействовать, там не более, чтобы человек взаимодействовал с точкой контакта с аудиторией. Ну и то, о чем я говорил, моя любимая тема, это фултайм занятости. То есть человек этим занимается поскольку-поскольку, и в большинстве случаев в компаниях не есть возможно требовать от человека каких-то результатов. Даже если бы проводил замеры, человек начинает говорить, что я, в общем-то, там менеджер про коммуникацию, я, в общем-то, я не должен там этим заниматься, я и СММ-чемпиадный, ну, как бы, в большинстве случаев люди не подразумевают то, что это должно повлечь за собой какой-то результат. Поэтому вот работа команды, это вот хорошая фраза, каждая рякушка хвалит свое болото. Вот это вот то, что описывает Николай, может, дальше. Вот. Ну и, конечно, я, как представитель агентства, сейчас буду рассказывать о том, что агентство – это вообще лучший вариант в принципе. Но я хочу вот здесь небольшую ремарочку. Агентство – это не всегда такой пункт, когда вы ходите и на абонентской основе относите деньги, тратите их. Почему? Потому что с агентством можно вырабатывать множество разных схем взаимодействия. То есть тот же консалтинг, он позволяет достигать больших результатов. Есть хорошие агентства, компании, которые предлагают не пойдут работать таким образом взаимодействовать внутри компании, которые будут устраивать этот отдел. И это будет проходить там относительно недорого. Поэтому не будем подразумевать, что речь идет в том, что вот агентство – это все сразу слив бюджета компании. У агентства основной плюс в том, что стратегия гибкая, которая меняется в зависимости от того, что вы видите сегодня. Люди в компании занимаются этим full-time, они анализируют. И, соответственно, если происходят какие-то изменения, даже если два расписано полгода, мы заинтересованы в первую очередь эффективности и, соответственно, мы сразу начинаем связываться и думать, как и что менять, изменять и дорабатывать. То есть это происходит практически каждый день. Агентство – это техническая пауза, это инструменты, это свои сети ботов, естественно, это свои сети какие-то сайтов, все это уже подготовлено, все это есть и никто не заморачивается об этом. Агентство – это, как правило, несколько специалистов, это различная стилистика и это проработка коммуникации, то есть проработка именно навыка коммуникации с клиентом и целевой аудиторией. И агентство, в общем-то, в большинстве своем хотя бы как-то, но они должны уметь оценивать свою работу, то, что они делают. То есть они по сути все должны давать какие-то цифры в итоге. Николай, можно? Механика работы примерно следующая. Определяется общая цель компании, происходит распределение задач среди всех членов команды, которые заняты. То есть это есть специальность по СММ, это есть специальность по управлению и репутацией, и все это в итоге должны сложиться в единую стратегию и, в общем-то, постановка каких-то контрольных точек, когда находятся какие-то промежуточные результаты работы, вот те самые какие-то замеры, на фоне которых компания понимает, что нужно что-то менять стратегии, либо нет. И, в общем-то, это контрольные точки взаимодействия с клиентами. Далее, что тут с презентацией случилось у меня. Третий пункт это взаимодействие с бизнесом, то есть с самим клиентом, проработка всех утренев, вот, утренев, трипперов и всего остального, работа по подготовке контента и взаимодействие с менеджером. И дальше у нас тут идет сама работа и оценка эффективности и корректировка стратегии. Дальше мы, в общем-то, возвращаемся, опять же, на пункт один. Почему? Потому что в большинстве своем правильно менять общие цели, где он там раз в квартал. Очень тяжело и плохо, когда люди прописали наград, у нас общая цель какая-то глобальная, мы хотим увеличить известность бренда, все. и мы хотим повысить лояльность нашей цели такого формата. Поэтому цели должны быть небольшие, промежуточные и они должны как бы измеряться. Очень желательно и очень классно использовать право управления задачами формата СМАР. Когда у нас есть конкретные какие-то метрики, с которыми мы работаем, когда мы видим, на что нам стоит посмотреть через месяц. Николай не нет. Нет? Вот на ситуацию правильно. Ну и ладно. Вот. Но есть определенные подводные камни в работе с агентством, в работе в общем-то по данному направлению. очень важно правильно определить портрет целевой аудитории на берегу, потому что это должно быть хорошо проработан в портретах. Поднимите руку, кто вот видел вот эту оценку целевой аудитории, когда приходит там бриф или человек думает, что его целевая аудитория женщина. Вот просто женщина. То есть это на самом деле это не определение портрета целевой аудитории, это скажем так, что-то общее, потому что женщин там можно сегментировать там на тысячу разных групп, категорий и в общем-то прорабатывается как минимум 7-10 характеристик человека различных там которые могут быть связаны с абсолютно там какие-то безмысловатые там бытовые вещами. Но их должно быть несколько удачных. делается в первую очередь для анализа целевой аудитории, где она находится. Потому что если пойти посмотреть, где находятся женщины в рунете и попытаться это проанализировать, то может затянуть на один хороший классный доклад. Дальше проблема стороны клиента. Если клиент приходит, начинает работать, повышать лояльность бренда, но у него отсутствует качество в большинстве своего магазина, это вопрос логистики и вопрос менеджера. В случае производителя это качество страдает, то вот эта вся рекламная компания по скриптов маркетингу заканчивается просто скрестным негативом со стороны реальной целевой аудитории. И в принципе мы об этом предупреждаем всегда, на нашей вере. Не было ни одного клиента, который пришел и сказал, если честно, ребята, я произвожу карман, главное продать. все считают, что у меня все супер классно. Дело в том, что у меня короткая память, и я могу забыть о каком слайде и рассказать что-то еще. Восьмом все, ладно. Поэтому стоит начинать какие-либо работы по коммуникации с целевой аудиторией, когда мы знаем, что у нас есть возможность реагировать на какую-то ответную реакцию в аудитории, либо у нас нет никаких проблем. Клиент уверен, что все так. Дальше классная тема работы с агентствами. Мы изучали, смотрели, когда человек говорит, вот мы заказываем свой демантинг, вот вы смотрите, мы смотрим в общем-то хорошо об этой компании в последний год говорят только с 10 утра до 6 вечера в будни. Вот такой тонкий момент, который на самом деле если брать общего маркетолога с небольшим стажем, то понятно, что это все легко отслеживается. Посмотреть на море можно вечно. Вот. Поэтому старайтесь сразу обсуждать такие нюансы, чтобы работа была распределена планомерно на все праздники и все остальное. Дальше прорабатывать общий сценарий, потому что очень часто приходит бизнес и говорит, вот мы будем работать вместе, все классно, начинается взаимодействие, после чего приходит кто-нибудь топ-маркетолог, он поставил задачу, выработали сценарий и допустим мы будем в этом месяце давить на вот эти факторы. И он приходит в компанию и начинает говорить совсем иные вещи, компания начинает работать в разрезе подрядчиков. Это тоже видно, это тоже не есть хорошо. Поэтому общая стратегия должна быть выработана и у подрядчиков и она должна работать. ну и что касается избы аккаунтов, это тоже на такой момент очень важно, потому что если мы будем говорить о каких-то дешевых методах работы по скрытому маркетингу, которые там люди говорят мы за 3000 рублей делаем, все отлично. Потом в большинстве случаев заходишь на аккаунт, сегодня этот аккаунт это женщина мать троих детей, завтра это мужик, который ищет кодировку алкогольную, послезавтра это строитель с 10-летним опытом и это все идет в сообщениях одного и того же профайла и премиум как бы ну это ужасно, потому что нам таким образом удалось в свое время отжать клиентов, мы нашли такую базу аккаунтов, написали всем этим ребятам коммерческих предложений с тем фактом, что как бы вас не смущает, что вы эквентировали из-за взятых товаров для детей, а вот мужчина кодируется а вот еще что-то то есть и у нас таких скандалов очень много на Украине конкретно по СММ специалистам, ну то есть это прям у нас тема у нас не раз в квартал, у нас какая-то фокина происходит, когда у нас получилось вот так недавно мэр 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 города Харькова написал пост, как он съездил на конференцию по ППС регуально, но это удалили все примерно за 10-15 минут, естественно это все у нас масса спиршотов, ну вот Дима Сидориев всегда говорит, то что уже произошло, это уже не уйдет, поэтому история аккаунтов тоже достаточно важна, и это все должно быть проработано, то есть то, о чем мы говорили, у нас все ребята, все специалисты делают, они вот страдают какими-то иногда, мне кажется, что они живут несколько жизней, потому что так глубоко уходить этим жизнь, в принципе, наверное, уже пора какие-то тестирования с психотерапевтой не проводить, смотреть Николай, попробуй и дальше. Собственно, методы оценки эффективности понятно, что работают на стандартном с упоминаниями проекта, да, это 5, не хватит. Работаем, подсчитываем количество упоминаний брендов, мы смотрим на запрашиваемость брендов, запрашиваемость брендов в конкретных регионах, на то, как растет в общем-то спрос по всем поисковым системам, по социальным сетям, мы смотрим на рост брендового трафика, опять же, для крупных компаний это может быть какой-то конкретный регион, мы секментируем, смотрим рост брендового трафика, всего, что-то знаю, понятие витальный, по всем вот таким запросам, и, в общем-то, смотрим на долю коммерческих упоминаний от общего числа. То есть, наша задача в том, чтобы количество, грубо говоря, было плюс-минус идентичное, но при этом доля тех упоминаний, за которые клиент платит, она должна уменьшаться. Стоит отметить еще такой важный факт, что если клиент правильно проводит множество других рекламных компаний, в том числе оффлайн, то становится считать сложно, и нам приходится собирать вот те данные, которые дает клиент по подсчетам других каналов, которые ему предоставляют, и мы начинаем, в общем-то, считать, уже отталкиваясь от этого, нашу эффективность высчитывать. Но бывают такие моменты, когда приходят ребята и говорят, вот наш результат рекламы на радио, вот наш результат рекламы на телевидении, вот наш результат рекламы в печатных изданиях, соответственно, все дают эти цифры, что в итоге по этим примерным результатам, когда все происходит вот неслаженно, тогда выясняется, что в общем-то только телевидение и радио на сайт перевело трафика там, грубо говоря, в три раза больше, чем его есть, потому что все пишут, что там 90% это наша заслуга, 90% того, что у вас есть, это сделали мы, и как правило, таких агентств и подрядчиков человек восемь, и после этого клиент в большинстве случаев меняет цену строку маркетинга и уже начинает более тщательно смотреть николай. Вмышь, в общем-то, взаимодействуя с аудиторией очень важно не просто пройтись, пройтись с упоминаниями, с какими-то триггерами, важно поддерживать общение в дальнейшем, то есть мы не бросаем гем, мы не бросаем комментарии, мы идем общаемся дальше. Самый известный момент работа с аудиторией троллинг, то есть классно, хорошо, это уже часть онлайн жизни. Второй момент это использование реальных фотографий, очень часто мы запрашиваем даже крупного бизнеса какой-то пол фотографий, которые сделаны то есть такого аматорского стиля, который мы используем дальше в публикациях. Фотографии в большинстве своем дают возможность пройти модерацию на всех злых форумах, отзывиках и прочих местах. Есть у нас такой пол форума, где просто очень тяжело работать. Дальше такой момент, это перевод в личные сообщения, то есть когда начинается какое-то общение, какие-то вопросы, которые мы не хотим отвечать лично, бывает такое, мы переводим общение в личные сообщения и в общем-то часто личные сообщения помогают в дальнейшем продавать, привлекать новых партнеров, поэтому за аккаунтом нужно следить. Ну и следующая тема это вообще перевод в офлайн. Когда мы пытаемся вывести человека с площадки на какой-то там афлайн, то есть на стечер-офисе, на еще что-то, на какой-то созвон, то есть такие моменты возникают, но почему-то в большинстве случаев в интернете сейчас все это воспринимается весь скрытый маркетинг процесс по силу сообщений. Но на самом деле это все контролируется, мы и считаем, и смотрим. Или давай? В общем-то, что касается крупного бизнеса, важно заполнять клифы, много общаться, важно проводить некий тест-драйв проекта, потому что все может быть совсем по-другому. не так, как ожидают мы, не так, как ожидают клиенты, мы, как всегда, начинаем со стартового периода 45 дней, плюс-минус смотрим, как это все работает, чтобы уже более точно что-то говорить. И важно дестабильное взаимодействие с представителями компании, причем важно, чтобы это было не одно лицо, подписывать сразу два-три ответственных лица, поскольку представители компании любят входить в отпуск, в декрет, в другие места, и остаешься дальше без коммуникаторов компании и, в общем-то, еще быстрее, речь таких перейти. Хорошо. Вот. Поэтому важно это прописывать сразу. Это однозначно должна быть гибкая стратегия работы, которая должна меняться чуть ли не каждую неделю. Это должно быть какое-то определение общих глобальных целей. Николай работает, в общем-то, в первую очередь на лояльность, на репутацию. Это отличный метод коммуникации и это отличный метод сбора статистики. То есть мы параллельно работаем, можем собирать пользователей и выявлять какие-то основные моменты ошибки компании, которые мешают ей развиваться. То есть это действительно естественные отзывы, естественные мнения людей. И таким образом мы можем помогать вообще бизнесу выявлять все эти проблемы, если клиент этого не делает сам. Николай. Для малого и среднего бизнеса это, как правило, совсем небольшие объемы, это лечение по площадкам, это та же работа с узнаваемостью бренда и лояльностью, это стартовое продвижение для новых брендов, особенно хорошо работает в регионе, но это не работает, грубо говоря, как отдельный метод, поэтому надеемся для малого и среднего бизнеса, что вот такая вот стратегия может привести к построению канала продаж, это скорее просто как допуслуга, если для кого-то еще как-то повлиять именно на поток аудитории, но в случае малого бизнеса, особенно регионального, то есть это очень-очень ограниченный такой сегмент и практически в половине случаях нет смысла даже тратиться не бывает вот, ну и в общем-то все ну в общем-то аплодисменты я расцениваю сейчас аплодисменты которых наградила публика как плохого пилота знаешь почему когда-то изъявляется самолет обычно аплодируют вот когда хорошо сел весь просто салон аплодируют а здесь почему-то давайте буквально пару вопросов перейдем дальше вижу первый вопрос привет меня Василий зовут я из-за пола у меня вопрос следующий насколько вы используете social media listening tools и вчера выступал Павел в этом зале который говорил о интервьюировании потенциально целевой аудитории исследование продвижение продукта нового и насколько вы это используете могу ответить честно мы это используем в общем вот эти технологии интервирования это все очень круто и классно я бы делал это всегда если бы мне всегда платили столько денег которые покрывали бы затраты на специалистов это касается крупного бизнеса то есть там всякие из классического маркета очень много схемы работ и всего остального но это касается крупного бизнеса мы понимаем почему потому что только у них есть средства таким вот образом то есть производители например фарма очень классно работаем смотрим анализируем общаемся и мы готовим отчеты то есть вплоть до запуска продуктов до выпуска они уже имеют какую-то информацию об основных конкурентах еще один последний завершающий вопрос Китарик скажем по поводу все-таки бюджета вот на стороне агентства как именно рассчитывается количество денег за сколько лет должны выделить на все комментарии все упоминания то есть это у вас дальше подсчитывается как говорят здесь отрагировал агент 20 рублей здесь отрагировал в принципе это как но вообще как это обычно выворачиваются ну в качестве своем потому что у нас это идет составленная грубо говоря стратегия где прописан каждый пункт ход работы и оценочная его стоимость и если мы вот закладываем работу там например ну то есть бывает такой когда вышел репортаж на федеральном канале с негативом нам там приходится увеличивать объемы в 8 раз чтобы как-то воздействовать противостоять нам всего но в общем чертах да примерно так то есть каждое определенное действие которое видит клиент тоже осталось клиентом он за это платит сколько порядок цифр ну я скажу как бы в общем от 80 копеек до рубля 10 я по вас точно не могу сказать я могу сказать что у нас где-то там чеки от 15 до 200 тысяч ну что ж ладно на этом мы еще раз скажем огромное спасибо Виталию виталии